3D фото, управление жестами и шестое чувство HTC One M8 в нашем обзоре. Привет, это Digital Review, я Надежда Бахарова. Итак, с какой новости мне начать? С плохой или хорошей? Давайте так, сначала немного критики, ну а потом начнем этот телефон нещадно хвалить. Так вот, размеры и дизайн можно описать в трех словах. Лучше враг хорошего, ведь предыдущий вариант флагмана был уже достаточно большой. Нет, M8 сделали еще больше, тяжелее и кухлее, наверное, в угоды современным тенденциям. Удобнее от этого он точно не стал. А кроме того, задняя металлическая крышка раньше была однородная, матовая, теперь же стала текстурированной с продольными полосочками, что в итоге вызывает ассоциации с какой-то хромированной посудой. Приятный момент. Вот этот черный элемент на верхнем торце, деталь небольшая, но очень удачная. К тому же еще функциональная, за ней скрывается инфракрасный порт. В целом дизайн смартфона совсем неплохой, но говорить о каких-то позитивных изменениях в сравнении с предыдущим вариантом сложно. Хотя на вкус и цвет. Смартфон будет представлен в темно-сером, светло-серебристом, а позже еще и в золотистом цветах. Что еще приятно удивило, так это чехол в комплекте. По собственному опыту могу сказать, что такой мягкий прорезиненный бампер очень смягчает падение аппарата. Кнопку включения перенесли вправо, но все равно расположение на верхнем торце не самое удобное, зато смартфон можно разблокировать при помощи жестов. Двойной этап экран блокировки, свайп вправо, блинк фит, лента новостей, свайп влево, главный экран, свайп вверх, последнее открытое приложение. Штука эта очень удобная и нужная, уверена, что первое время вы будете задумываться, в какую же сторону чиркнуть, но зато потом на автомате можно легко одним движением зайти в нужный раздел. Кстати, все это работает только в привычном для гаджета горизонтальном положении, в руке или на столе, то есть будучи в кармане или в сумке, экран не будет случайно включаться. А если мы вот так расположим смартфон и нажмем качели регулировки громкости, внезапно открывается камера. Это еще одно волшебство от HTC. Дисплей как был очень хорош, так и остался. Разрешение Full HD, он, кстати, подрос в 5 дюймов вместо 4,7. Кстати, если вас раздражают большие рамки вокруг дисплея, успокойте себя мыслью о их целесообразности. У HTC One M8 сверху и снизу дисплея расположены большие мощные динамики, которые дают действительно качественный звук. Кстати, он явно более чистый и объемный, чем у предшественника. На Android 4.4.2 установлена фирменная оболочка Sense версия 6.0, которую красиво назвали «Шестое чувство». Появились новые настройки в разделе «Персонализация». Можно добавлять приложения и виджеты, управлять страницами главного экрана, а еще создавать темы. Тогда фоновый рисунок и разные элементы на рабочем столе появляются в сочетающихся между собой цветах одной темы. В одной теме есть фоновый рисунок для заставки и несколько цветов, которые будут окрашены разные элементы на рабочем столе. Основная камера так и осталась 4-мегапиксельной, точнее ультрапиксельной. Здесь увеличенный размер пикселя 2.0 микрометра. Это уже знакомая технология HTC. Кстати, снимки получаются очень неплохие. А на задней панели, кроме двух вспышек, есть два глазка камер. Собственно, одна из них выступает в роли сенсора для получения дополнительной информации об объектах. С помощью этого гаджета можно менять фокус, переводить с одного объекта на другой уже после создания фото. Для этого не нужно включать дополнительных режимов. Такой постобработке может подвергаться любое фото, кроме, пожалуй, макроснимков. Еще можно создавать трехмерные фотографии, а функция Seasons позволяет добавлять сезонные атрибуты в кадр. Падающий снег, лепестки роз, кленовые листики или одуванчики. При основной камере в 4 ультрапикселя гаджет оснастили фронтальной камерой в 5 мегапикселей. Интересно, какая же из них снимает лучше? В чем смартфону не откажешь, так это в быстродействии. Здесь установлен процессор Qualcomm Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,3 ГГц. HTC One M8 прилично опережает своего предшественника HTC One, а вместе с ним и множество других смартфонов. Девайс обогнал даже лидеров рейтинга Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z Ultra, LG G2. 36 798 баллов. Заявка очень серьезная. Емкость аккумулятора HTC One 2300 мАч у новинки 2600. Здесь еще есть энергосберегающие режимы. Отказавшись от яркого экрана, вибраций и прочих благ, можно существенно сэкономить заряд батареи. Итак, HTC One M8 аппарат очень достойный. Одно из самых производительных решений сегодня на рынке. С отличным экраном, качественным звуком и красивым интерфейсом. Отдельно похвалить HTC можно за управление жестами, возможности камеры, не позитивными моментами. Я считаю только увеличение размеров гаджета и дизайн. Но не могу сказать, что это недостаток, потому что такие параметры всегда воспринимаются субъективно. Кстати, я слышала, что очень сложное производство вот этих текстурированных крышек M8, ну, может быть, кого-то просто этот факт подбодрит. Ну что ж, пишите, что вы думаете о новинке в комментариях к этому видео. И заходите смотреть следующие наши видеоролики. Пока-пока. В рядах компактных смартфонов с топовыми характеристиками прибыло. Встречайте не упрощенную версию, а уменьшенную копию флагмана Sony Xperia Z1 Z1 Compact.